Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня, какая женщина думает о вас. Как всегда для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, настраивайтесь на женщину. Может быть в вашем окружении есть женщина, да, может быть у вас еще есть какая-то женщина рядом, да, с которой вы вместе не разошлись. То есть настройтесь на определенную женщину, что она о вас думает. Итак, смотрим, какая женщина сегодня пришла к нам на расклад. Женщина пришла, с которой вы какой-то период были рука об руку. Это могли быть отношения, могла быть семья. Женщина, которая вас окрыляла, вдохновляла, но в то же время, которая очень сильно разбила вам сердце в свое время. Это могло быть и давно, и недавно, да. У всех разные сроки проигрываются, это общий расклад. Женщина, которая, как вы узнали, оказалась была двуликой. Вот вы до конца ее не знали, не знали ее истинное лицо. Где-то было притворство, в чем-то она притворялась. Вот она пыталась также вас очень часто застраивать, что ли. Пыталась, может быть, подкаблучника из вас сделать. Но у вас были большие надежды на эту женщину. Вот именно, скорее, это были, да, отношения, либо семья у вас. А может, у кого-то и сейчас еще есть. Вы на эту женщину делали большие ставки. Вы думали с ней прожить долго и счастливо, да, до конца дней своих. Но, увы, так не получилось, к сожалению, да. Женщина, с которой были множество конфликтов, перепалок каких-то, постоянные скандалы, которые очень сильно вас утомляли. Даже будучи с ней в отношениях, вот вы жили, да, а такое было ощущение, что вас вот режут на кусочки. Вы просто задыхались в этих отношениях. То есть, понимаете, какая ситуация у вас была с ней. С одной стороны, вроде бы и чувства есть еще, да, хоть она и начала вас там унижать, может быть, гнобить. То есть, с одной стороны, чувства еще не угасли до конца, а с другой стороны, вам невыносимо больно, вам было ужасно тяжело в этих токсичных отношениях. То есть, такая очень непростая эта женщина. Все чаще вас с ней одолевали такие печальные мысли. Знаете, вы, возможно, даже не раз задумывались, чтобы уйти от нее. Вы человек вообще по жизни очень сильный такой. Вы, может быть, даже в чем-то властный. Но, знаете, вот с ней вы не могли сполна проявить свою силу. Вы не могли иногда проявить свою твердость. Твердость. Даже в тех моментах, где нужно было на чем-то настоять. Может быть, где-то повысить голос, где-то стукнуть кулаком по столу. Ну, то есть, вы, знаете, вот вы поддавались ей просто потому, что любили. Она это все прекрасно понимала. Она этим пользовалась. Вот вы ее поставили, знаете, вот на вершину пьедестала, что ли. В вашей семье, вот вроде бы вы и мужчина были, но как-то она всем пыталась управлять, заправлять, вас поучать, рассказывать, как жить. Вот, что надо делать, куда пойти, куда податься, куда поехать. Ну, то есть, она старалась так вот бразды правления в свои руки брать. Могут проигрываться дети у некоторых с этой женщиной, да. Но, скорее всего, вот женщина, о которой я сейчас говорю, отношения у вас закончились. Может быть, вы другую какую-то загадали. Либо же они закончились, вот этап ваших отношений, вашей семьи, он закончен. Ну, по судьбе так просто предназначено было. Либо же у других он подходит к концу. То есть, такой вот завершающий этап. Либо закончился уже, либо вот-вот подходит к концу. По крайней мере, если сейчас вы, кто-то из вас, вот живете еще с женщиной, но у вас конфликтные отношения, неприятные, то, скорее всего, они близятся к концу. И вы уже задумываетесь над тем, чтобы уйти, чтобы расстаться. По крайней мере, такие мысли у вас есть. И уже, я думаю, не первый раз есть, потому что уже, ну, просто нервы сдают. Уже просто не выдерживаете таких отношений. Вы мужчина денежный, стабильный. Вы давали, либо даете деньги этой женщине. Безумно любили ее. Безумно любили. У вас потрясающие отношения были вначале. У вас была такая, знаете, безумная страсть с ней. Такая страсть, что соседи нервно выходят покурить, как говорят. Вы переполнены были эмоциями к этой женщине. Ну, давайте посмотрим, что сейчас она думает о вас. И вообще, думает ли она? Она, знаете, вот несмотря на то, что вы расстались, она вас не забыла. Она помнит, вот как вы ее холили, лелеяли. Она помнит ту вашу безумную любовь в начале ваших отношений. И вот на уровне еще вот мыслей, каких-то мечтаний, знаете, она была бы не прочь повторить это все. Но она прекрасно понимает, что назад дороги нет. Что много чего сделано и сказано друг другу. То, что уже не прощается, в принципе. Она даже, знаете, вот в некотором смысле жалеет о том, что она упустила вас. Она, знаете, вот она иногда даже вот, ну, может быть, в начале, когда вы разошлись с ней, она даже пыталась просчитать ходы, как вас вернуть. Может быть, какие-то уловки хотела там, либо через знакомых, через детей. Ну, как-то вот она пыталась просчитать. У нее были такие мысли вернуть вас. Да, вот она долго думала, долго взвешивала. Но то, что произошло, вот этот разрыв, вот у нас по колесу фортуны, это судьбоносный разрыв, расставание. Так должно было быть, вот ваш жизненный этап с этой женщиной, он просто закончился по судьбе. Вот так должно было быть. Так написано свыше было, да. То есть женщина, которая в некотором смысле жалеет, вот что она вас потеряла. Она прекрасно понимает свой характер, да, что она, в общем-то, так, ну, глубоко в душе, сама перед собой, она понимает, что была периодически неправа, да, что она, может быть, чем-то обидела вас. Она понимает, что она потеряла настоящего мужчину. И сейчас я не вижу у нее другого мужчины. Ну, вот серьезных, стабильных отношений я у нее не вижу. Она знает, что такого, как вы, она вряд ли уже найдет. Знаете, вот иногда мужчины говорят, что, да, такого лопуха уже ты вряд ли найдешь. Вы настолько ее всем окружили и заботой, и деньгами, и всеми вложениями, всем, чем можно. То есть вы ее настолько кружили-кружили, что она сейчас вот именно кусает локти. Конечно, она вам об этом не скажет, вы об этом не узнаете. Но вот в душе, сама перед собой, она очень сильно жалеет, что вот она вас потеряла. Она потеряла стабильность. Она потеряла каменную стену, которой вы были для нее. Она потеряла вот, ну, настоящего мужика, да. Да, вот сейчас она, знаете, она злится сама на себя. Вот она злится. Она даже в чем-то обвиняет себя. Но опять же, она вам этого никогда не скажет. Ну, как же, королевишна, она же не скажет это, не признается. Она очень сильно жалеет, что вас потеряла. Она злится на саму себя. Потому что ей больше после вас вот не попадаются такие мужчины. И, знаете, вот если бы вы примчали к ней, то есть даже вариант, что она бы, ну, как-то это все взяла в оборот, вот, чтобы вас вернуть. Вот она снова хочет быть любимой. Она скучает вот именно за тем состоянием, которое у нее было с вами. Состоянием, знаете, вот, любимой девочки. Может быть, вы даже называли вот ее девочка моя, да. Она злится. Вот она действительно злится на саму себя. Что вот, да, потеряла такого мужика, потеряла. Что теперь делать? Да, у нее нет других мужчин. Вот нету у нее сейчас, ну, серьезных мужчин. Нету. Она, вот, как бы, знаете, даже такое ощущение, что она как-то вот на ступень ниже стала. Вот, ну, не то, чтобы по статусу. Вот она, может быть, даже не такой ухоженной стала. Не так следит. У нее не такой достаток, чтобы себе покупать то, что она раньше там с вами могла купить. Вот как-то ее пыл и спесь ее поубавились. Возможности ее поубавились. Она немножко так присела, так ее хорошенько, знаете, бортануло. С высоты обычно больно падать. Вот, когда падаешь ниже плинтуса, и когда уже возможности совсем не те, то очень больно падать. А еще больнее понимать и осознавать это. Да, она может подружкам там поплакаться, пожаловаться. Но в том, что она вот потеряла вас, она особо никому не признается. Либо же там самым-самым ближайшим подругам. Но, конечно, об этом вы не узнаете. Она надеется, что в ее жизни еще наступят кардинальные перемены. Что вот будет какой-то просвет в ее жизни. Да, что снова появится все, что она мечтает. О чем она мечтает. Вот, но то, что она о вас жалеет, то это да. Это очень четко просматривается. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Вот она мечтает, да, вот ей хочется семью. Она жалеет про то, что она потеряла, если у вас была семья. Что она потеряла семью. Она потеряла добычика, да. Вот у нее были тогда, я смотрю, искушения, да. Скорее всего, это были искушения изменами, да. Она вот погуляла, она думала, что ей сойдет все с рук, но ей не сошло с рук. Она думала, что, может быть, вы об этом не узнаете, как-то втихаря там, да. Но это ей не сошло с рук. И сейчас она действительно кусает локти и жалеет о вас, о той упущенной возможности, о той жизни, которую вы ей давали. Сейчас у нее совершенно другая жизнь, совершенно другие мысли, настрои, вот такие больше негативные мысли. Поэтому просвета особого в ее жизни я пока не вижу. Хоть она и надеется на лучшую жизнь. Это ваша бывшая королевишна. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok